Это покруче и пострашнее армянское. То есть вот есть кладбище, и буквально за забором начинается свалка или полигон. Тысячи тонн отхода покрыты полиэтиленовыми пакетами. Это находится в курортной зоне, прямо здесь рядом. Зачем тратить деньги? Власти стали беспокоиться. Субтитры создавал DimaTorzok Полтора года назад эксперты зеленого патруля посетили городскую свалку Евпатории. И, как мы видим, с тех пор здесь абсолютно ничего не изменилось. Отходы на самой свалке не пересыпаются. А прилегающие поля сплошь засыпаны полиэтиленовыми пакетами. На этой свалке наши эксперты обнаружили очагитление. Отходы не пересыпаются. А значит, полигон неоднократно горел и будет гореть. Городская свалка Евпатории для Крыма не исключение. Здесь, как и на многих других, нет ограждения. Мусорные пакеты уже стали визитной карточкой Крыма. Полтора года назад мы были на этой сельской свалке возле парка ветрогенераторов в Саксском районе Республики Крым. Как видим, с тех пор абсолютно ничего не изменялось. Отходы по-прежнему продолжают завозиться. Особенно несуразной смотрится эта свалка у поселка Крыловка. На контрасте с современными экологическими технологиями, парком ветрогенераторов, мы видим объект, который эксплуатируется со всеми возможными нарушениями. Здесь также нет пересыпки, что без сомнения рано или поздно обернется пожаром, который может перекинуться на парк ветрогенераторов. А вот особо опасное место, затаившее в себе угрозу для миллионов людей. Кладбище химических отходов. Оно расположено буквально у пляжа. Экспедиция «Зеленого птероля» находится на одном из объектов, накопленного экологического вреда на территории Республики Крым. Сейчас мы находимся на развалинах бывшего Саксского химического завода. Сейчас Саксский химизавод является банкротом. На его территории, в районе Красного мыса, в шламо-накопителях, находится порядка 70 тысяч тонн отходов 2-го, 3-го, 4-го классов опасности. Это тяжелые металлы. Медь, марганец, никель, кадмий, цинк, а также мышьяк, фенолы и нефтепродукты. Кроме того, есть информация о высоком уровне химических загрязнений земель. И это все в границах санитарно-курортной зоны. «Удивительно, что данная проблема замалчивается властями. Вообще-то это покруче и пострашнее армянской. Потому что тысячи тонн отхода 2-го класса опасности находятся в совершенно заброшенном виде. То есть не проводится никакого местного мониторинга, никакой оценки на воздействие окружающей среды. Во-первых, знаете, как говорят, не теребите раньше времени, но время-то пришло. Дело в том, что если это опять же рванет, рядом же вот курортная зона. Это я же говорю, это находится в курортной зоне, прямо здесь рядом, рядом с пляжами. Вот такое огромное хвостохранилище химических отходов. За опасными отходами никто не следит. Мы попросту не знаем, как они себя ведут и какое влияние оказывают на природу и местных жителей прямо сейчас. Нет мониторинга, а наличие в этом регионе водоносных слоев делает ситуацию еще опаснее. И хотя есть нацпроект, в котором предусмотрена рекультивация, власти пытаются замолчать угрозу. Нельзя больше закрывать глаза, их можно не открыть потом. Такой эффект мы уже наблюдали в одной из наших прошлых экспедиций. Когда мы в Красноярском крае в одной из деревень нашли кладбище, деревня уже давно отселена, в санитарно-защитной зоне, не буду говорить о предприятии, которая эксплуатировала данный объект. Деревня уже давно отселена, и мы просто присмотрелись к могилам. И мы увидели, что год смерти и год рождения не превышал 40 лет. Почему-то в Крыму принято многие полигоны, либо свалки размещать прям не рядышком, а буквально бок о бок с кладбищем. То есть вот есть кладбище, и буквально за забором начинается свалка или полигон. Вот такой характерной особенности, такой полигонной изюминки я, честно говоря, не видел нигде. В Красноперекопский район, где мы были, приезжаем, тут же обжигают отходы, нарушение всех возможных норм. То есть, ну, единственная радость одна, что все-таки это был зимний период, да, влажная погода, и обжиг этих отходов с меньшей вероятностью приведет к пожару на свалке. В сухой же период такая деятельность, она однозначно приведет к пожару, и общение с местными жителями подтвердило, что эти полигоны, в кавычках, полигоны горят постоянно. Всего лишь два полигона находятся в государственном реестре, один из которых был введен в 2018 году в эксплуатацию, а второй, на севере, он достаточно старенький, но он хотя бы более-менее чистый. Что касается всех остальных полигонов, то есть это практически 90%, на них с разной периодичностью можно выявить тот или иной букет нарушений правдохранного законодательства. То есть на любой полигон, зайди или пройдись по его окрестностям, обязательно целая куча нарушений будет, потому что многие из них просто не пересыпаются. Почему? Ну это же владельцам полигона нужно деньги тратить. Зачем тратить деньги? Они просто не привыкли это делать, например, на пересыпку слоев отходов, изолирующими слоями грунта. Они просто тупо на этом экономят. Прилегающие территории, как правило, сильно завоохранены, а Крым – это сельскохозяйственный регион, соответственно, это поля, как правило, сельхозугодия. Они ровным слоем покрыты полиэтиленовыми пакетами. Почему? Потому что ограждения на многих полигонах просто нет. Они сами себя контролируют. Ну, если я сам себя контролирую, естественно, я себе много могу простить. Пока, скажем так, мы не вернем надзор обратно в Федерацию, как итоговый надзор, порядка в Крыму в экологии не будет. Потому что, ну, вы поймите, переход, скажем так, из Украины в Россию, да, возвращение Крыма, это же, ну, для контингента определенного замечательная возможность присвоить себе что-то, что было общим или государственным, или забрать чье-то частное в свои руки. То есть, ну, по сути, мы говорим о коррупции. Но мы не отчаиваемся. Все-таки есть положительная тенденция. Наверху начали закручивать гайки, потому что ситуация с экологией в Крыму просто катастрофическая. И внезапно глухота местной власти, как от волшебной пилюли, прошла. Нас начали слушать и слышать. В первые годы, когда мы начали заниматься экологической деятельностью, у нас была глушь. В том плане, что, когда мы обращались в органы государственной власти, нам никто не отвечал. Сейчас мы уже замечаем, что власти стали беспокоиться насчет того, как обстоят дела в обществе. И я думаю, что в скором времени мы найдем с ними какой-то контакт и будем уже решать экологические вопросы совместно. Но впереди еще работа непочатый край. В зеленом потолках некий буфер между властью, местными жителями и бизнесом берет удар на себя и занимается самой грязной работой. Продолжение нашей экспедиции по Крыму в следующих выпусках.